На заседании регионального политического совета партии «Единая Россия» утвержден список кандидатов на праймерис по выборам главы республики и график встреч с выборщиками. Их 8. Сегодня первая встреча прошла в Ядринском районе. А завтра праймерис состоится в столице Чувашии. Праздник к нам приходит. До Дня Республики осталось меньше недели. И сегодня журналистам в подробностях рассказали о предстоящих мероприятиях. С программой познакомилась Ольга Пырычкина. 23 и 24 июня перед жителями республики и в частности столицы Чувашии встанет непростая дилемма. Куда пойти? Мероприятий планируется очень много и даже те, которым мы, казалось, уже привыкли, в этом году пройдут в новом формате. К примеру, Родники России. Фестиваль стал настолько популярным, что участникам приходится проходить кастинг из полусотни заявок. Со всей России организаторы выбрали 19 лучших коллективов. Их концерт начнется 23 июня в 19.30 на Красной площади. А вот традиционное шествие перенесли на 24-е. Стартуют в 17 часов от Национальной библиотеки. В этом году шествие, которое перенесено на 24-е, будет иметь особенности. В нем будут принимать участие театральные коллективы нашей республики. То есть на улице нашего города выйдут герои книг, любимых книг на площади республики. Нас встретит молодежный флешмоб. Это маленький сюрприз для гостей наших фестивалей. Не будем разглашать, что конкретно делает эта молодежь. Единственное, что на площади республики запланированы селфи с гостями фестивалей. В этот же день, 24 июня, в 12 часов на Красной площади начнется Всечувашский Акатуй. Пока еще об этом никому не говорил, вот сейчас могу озвучить, изучая историю проведения этого праздника, нашего Агадуя. Кстати, даже наш Агадуй старше, чем Сабантуй. В эти годы исполняется 2000 лет. Две площадки у нас будут торжественные. Открытие в 12 часов на Красной площади. И потом мы дальше, после торжественного открытия, плавно переходим к монументу Матери. Там три момента. Первый момент – это воегарды, большой хоровод. Дальше – обращение к Всевышнему. И третий, но самый интересный, на Агадуя готовили шурбе. Вы знаете, что такое. Каждый район должен был готовить шурбе. Но, к сожалению, пожарники, прошу прощения, что так выражаюсь, не разрешили. Но, тем не менее, дано задание каждому району. И каждый район привозит свои угощения. Из уже полюбившихся жителей мероприятий. 23 июня в 11 часов во внутреннем дворе Национального музея начнется конкурс «Русь мастеровая». 24 июня в 22 часа на Красной площади стартует фолк-дискотека. Ну а теперь о новых событиях в праздничном календаре. 23 июня в 16 часов по адресу улица Карла Маркса, дом 32. Торжественно откроется музей Чувашской вышивки. Там будут представлены самые первые предметы, на которых мы видим изображение Чувашского орнамента. Будут представлены сами экспонаты. И как в комплексе костюма, так и отдельными предметами. И второй зал экспозиции будет посвящен деятельности, я назову, как эта фабрика называлась в 20 веке, альгейшевской фабрике Пахатеря, которая сыграла огромную роль в развитии, в становлении Чувашской вышивки на профессиональной основе в 20 веке. И еще одно новое грандиозное событие. 23 июня в 18 часов на Красной площади дадут старт Всероссийскому фестивалю Святой Александр Невский. Указом президента Российской Федерации в 2021 году будет отмечаться 800-летие со дня рождения Александра Невского. И вот этот продюсерский центр «Невский город Москва» разработал целую программу, которая стартует у нас с вами 23 июня и будет продолжаться до 2021 года. В программе фестиваля это выступление культовой группы «Атака», солиста «Хартеру» группы «Если» Стаса Бартенева и гвоздь программы в Чебоксаре, кауреат народной премии «Глаз Ангельской Руси» Владимир Нелюбин. Артисты покажут чебоксарцам и гостям столицы концертный вариант рок-оперы Александр Невский. Ну и, конечно, День Республики не обойдется без грандиозного шоу в небе. Два дня неба над чебоксарами будут озарять лучшие пиротехнические команды, участники фестиваля фейерверков. Кстати, помимо столицы Чувашии, в этом году основной праздничной площадкой станет деревня Асхва Канажского района. Ольга Пырочкина, Александр Петров, Республика.